МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Реконструкция завершилась, как изменились парк Сосина и сквер на Мира. В Киновертикаль 2022 воспитанники детской школы искусств номер 2 получили дипломы международного фестиваля конкурса. Читаем вслух, дворец детского творчества продолжает городской проект. Далее расскажем по всем подробно. В прошлом году размер кадастровой стоимости зданий приравняли к рыночной. Это отразилось на размере налога на имущество. Он рассчитывается как раз исходя из кадастровой стоимости. Таким образом, для некоторых собственников налог вырос в 40 и даже 60 раз. По словам предпринимателей, плата стала неподъемной. Для многих бизнес перестает быть выгодным, и они закрываются. Когда происходит резкий скачок на содержание этого объекта, собственник вынужден либо свернуть бизнес, потому что он становится нерентабельным, то есть прекратить его сдавать в аренду, просто закрыть, навесить амбарный замок и дело с концом. Либо переложить эту стоимость на тех, кто арендует. А что делают арендаторы? Арендаторы предоставляют, продают товары и услуги кому? Населению. Таким образом, в итоге все это перекладывается на население. Размер ставки налога на имущество определяют органы местного самоуправления. Поэтому бизнесмены просят депутатов помочь в решении вопроса и пересмотреть сумму налогов задним числом. Сложность в том, что налог на имущество пополняет городскую казну, и он уже учтен в бюджете на следующий год. Понятно, что тут проблема сопряжена с различного рода бюджетными делами, так сказать, уже спланируем бюджеты, исходя из новых ставок и так далее, и так далее. Но при наличии политической воли, при наличии желания, налоговое законодательство позволяет в том числе изменить, уменьшить, снизить, дифференцировать ставки задним числом. Он учтен в доходной части бюджета на следующий год. И это сегодня самый кардинальный фактор. Потому что мы не можем сегодня уменьшить эту сумму, которая сегодня стоит в доходной части бюджета на следующий год, не понимая, чем ее можем заместить. В результате дискуссии депутаты и бизнесмены решили создать рабочую группу, где более детально рассмотрят вопросы, попробуют найти компромисс, который устроят все стороны. В этой же группе обсудят варианты изменения налоговой ставки по ОСН. Около 5 миллионов из городского бюджета направят на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений. 4 миллиона на эти цели выделит область. Проиндексируют на 4 процента, согласно указу президента, зарплату обслуживающего и технического персонала учреждений спорта и образования, сотрудников управления ГОИЧС и ряда других категорий. Это одна из основных причин внесения корректировки в бюджет города, сообщил директор Департамента финансов Юлия Альшина, депутатом на очередном заседании Думского комитета. Дополнительные средства также выделят на строительство школы на Зорге. Еще основная причина – это внесение изменений на финансирование строительства школы на размер 62 миллиона рублей за счет средств субсидии областного бюджета, который предоставлено буквально две недели назад. Порядка 500 тысяч направят на ремонт ввода холодного водоснабжения в Молодежном центре. Стены и потолок в Клубе Чайка Центра внешкольной работы отремонтируют на 300 тысяч. Полтора миллиона планируют потратить на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта Дома молодежи и благоустройства прилегающей территории. Также предусмотрено увеличение субсидий на ремонт дорог в размере 18 миллионов 60 рублей. Предусмотрено средства 8 миллионов рублей – это средства субвенции на образовательную деятельность и прочие межбюджетные трансфеты. Таким образом, бюджет 2022 года по доходам и по расходам увеличивается на 93 миллиона 704 тысячи рублей. Это не последняя корректировка бюджета. В ближайшее время в проекте решения появятся новые пункты по мерам поддержки семей мобилизованных саровчан, которые принял глава региона Глеб Никитин, сообщила Юлия Альшина. Те поддержки, которые рекомендованы нам, органам власти, принять и поддержать, они указаны в пункте 1.4.1.7 данного указа. Скажу кратко, что одна из мер поддержки – это освободить от уплаты родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах. Следующая мера поддержки – это предоставить бесплатное посещение всех секций спортивных и учреждений доп. образования. Также детям семей мобилизованных предоставят бесплатно группы продленного дня и обеспечат их горячим питанием. За лето в сквере на проспекте Мира демонтировали старое покрытие тротуаров, заменили его на брусчатку. Дорожек стало больше. По ним можно выйти на проспект Мира, улицу Держинского и на проезд Вите Крабкова. Так завершились первые работы в сквере в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В следующем году планируют приступить ко второму этапу. Это ремонт фонтана, лавочек, а также установка освещения. В апреле месяце мы заключили контракт с заказчиком, с Украинским капиталом средства администрации. И активная фаза работы была проведена за три месяца. Значит, июль, август, сентябрь. За это время удалось выполнить практически все работы. Работы все завершены. К некоторым дорожкам примыкают территории со специальным покрытием. Здесь планируется установка детских мафов. Депутаты Градской думы также посмотрели результаты работ в парке имени Сосина. В соответствии с проектом здесь установлены подиум для проведения мероприятий. Лавочки, качели, детская, спортивная площадки. А также обустроена специальная территория для занятий с собаками. В парке работают системы освещения, оповещения и видеонаблюдения. Про подрядчика свои обязательства он выполнил срок по контракту. Все те подрядные организации, которые здесь выполняли тоже свою работу, тоже выполнили свои обязанности срок. Поэтому никаких тут каких-то существенных вопросов и проблем при реализации этого проекта не было. Сейчас в парке налаживают основные системы. При реконструкции парка постарались учесть мнения и пожелания соровчан. Поэтому на территории оставили нетронутой большую часть деревьев. Территорию парка обслуживает муниципальное учреждение, Центр развития культуры и искусства. Парк обслуживался даже во время реконструкции. Потому что северную часть парка ее сдали в том году. Поэтому на ней дворники, как говорится, всегда присутствовали. С 1 апреля уже парк начал функционировать. Несмотря на то, что здесь шла реконструкция и часть парка убирали. Постоянно были тут молодежные и дети были на спортивных площадках. В скором времени парк Сосина планируют сделать местом культурного притяжения и проводить здесь городские мероприятия. Светлана Ярунова, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Здание поликлиники номер один построили около 30 лет назад. С тех пор его не ремонтировали. На конец мая этого года началась реконструкция холла в рамках совместного проекта Госкорпорации «Росатом» и ФМБА «Россия» в рамках программы совершенствования качества и оказания доступности медицинской помощи. 11 октября обновленную входную зону торжественно открыли для горожан. Благодаря тому, что Саров стал одним из пяти участников этой совместного пилотного проекта, нам это позволило воплотить задуманное в жизнь и не только произвести ремонты в поликлиниках, но и достигнуть некоторых прорывных, важных результатов в организации оказания медицинской помощи. Горожане, саровчане получают обновленную поликлинику. Не только взрослую, но мы побывали уже и в детской поликлинике. И это случилось благодаря тому, что несколько ветвей власти – это город, это ядерный центр, это ФМБА «Россия» и госкорпорация «Росатом» слились воедино и сумели реализовать этот проект. Мне очень сегодня радостно от того, что именно в Сарове мы открываем первые объекты, потому что еще 4 города пилотных проектов, они еще будут открываться, а в Сарове – это первая ласточка. С 2018 года больница участвует в национальном проекте «Бережливая поликлиника». Тогда же задумались о ремонте входной зоны. Пока ждали финансирования, сотрудники поликлиники сами проделали немало работы, разделили функции регистраторов и уменьшили тем самым очереди. Внедрили информационную систему, чтобы у каждого врача и без карты был доступ к истории болезни. Но и после всех изменений медикам хотелось, чтобы пациентам в поликлинике было комфортно и удобно. Теперь, после ремонта, первым делом на входе посетители будут встречать администратор, выдавать справочную информацию и курировать маршрутизацию. И также на него возлагаются функции встречи пациентов маломобильных, те, которые, может быть, сюда будут доставлены на колясках. Регистратура у нас теперь, как вы увидите дальше, она полностью открытая. Если вы обратили внимание, то теперь в этом поле вообще нет амбулаторных карт. Там светлый, просторный, здесь много воздуха. Администраторы не будут отвлекаться ни на звонки, ни на поиски карты, ни на что они будут работать исключительно с пациентами. Запись на прием, на текущий прием, на плановый прием. Также оборудовали гардероб, отдельную регистратуру для тех, кто пользуется добровольно-медицинским страхованием или платными услугами. Появилась также зона для кафетерия, скоро он откроется. Также благодаря ремонту удалось разделить потоки пациентов, а делить инфекционных больных от всех остальных. Кабинеты неотложной помощи теперь снабжены большим изолированным холлом с комфортными местами ожидания. И они не находятся в общей массе, в общем зале. Кроме того, этот холл, поскольку он соединяется с инфекционным блоком и имеет выход на улицу, то в случае эпидемической ситуации, скажем, коронавирусная инфекция, грипп и так далее, этот блок может быть изолирован и отведен исключительно для приема инфекционных больных. То, что можно видеть в обновленном холле, лишь верхушка айсберга. Самое важное – это оптимизация процесса оказания медицинской помощи. Пациент должен быстро дозвониться, записаться и попасть на прием точно в то время, на которое записался. Именно такие простые подходы и реализуют в рамках ПСР-проектов Росатома и ФМБА. То, что вы видите, это способ решения определенных проблем. Соответствующая организация пространства, она позволяет развести потоки таким образом, что больные пациенты не пересекаются со здоровыми. Пациент, который приходит в поликлинику, не ждет очереди, он сразу же получает ту услугу, которую он хочет получить. Когда мы начинали эти проекты, было некое неверие в глазах, неуверенность в том, что все у нас получится. Сегодня мы видим, что получилось все, что мы хотели. И одним из главных результатов этих изменений мы на самом деле считаем изменение отношения людей – руководителей, врачей, среднего медицинского персонала. Большое внимание сегодня уделяется развитию амбулаторной медицинской помощи и первичного звена здравоохранения. Именно там закладываются основы улучшения демографических показателей. И задача – максимально развернуться лицом к пациенту. По сути, то, что сделали в первой поликлинике – это новая модель медицинской организации. Это, в первую очередь, максимально благоприятные условия для пациента. И снижение потерь. Что мы бережем? Мы бережем время. Мы бережем время пациента, мы бережем время медицинского персонала. Мы высвобождаем время врача для того, чтобы он мог отвлечься от рутинной работы, минимально обращал внимание на заполнение вручную медицинских карт, например, искал эти карты и максимально уделял больше времени пациентам. Но на этом проекте совершенствование качества и доступности медицинской помощи не останавливается. Запущен голосовой помощник, который сегодня может одновременно удерживать до 100 звонков. Уже 30% пациентов с его помощью вызывают врача на дом. В следующем году работа над расширением его функционала продолжится. Также благодаря проекту оптимизации процесса плановой госпитализации пациентам приходится ждать не 2-3 недели, а 3-5 дней, чтобы лечь в больницу. Кроме того, запущен проект по оптимизации процесса направления в бюро медико-социальной экспертизы. Теперь пациент в небольшие сроки проходит все необходимые обследования и получает документы. Мы совершенно не собираемся останавливаться. У нас есть уже идеи на следующий год. Они пока согласовываются. Я могу только сказать, что в следующем году мы хотели бы заняться такими двумя очень необходимыми для наших пациентов темами, как создание в совершенстве процесса реабилитации пациентов, которые перенесли травму или имеют заболевание горно-двигательного аппарата, или перенесли ковид. Вы понимаете, что сейчас пациентов таких много, они нуждаются в очень длительном курсовом, многоплановом лечении, которое нужно отслеживать. Мы хотели бы сейчас оказывать помощь этим пациентам целенаправленно. Более 2 миллиардов человек во всем мире слепы или живут с нарушениями зрения. Такие данные приводят ВОЗ. Болезни глаз поражают более 19 миллионов детей. Причем 82% всех людей с нарушениями зрения – это люди в возрасте 50 лет и старше. А поскольку в последнее время число пожилых людей увеличивается во многих странах, то и больше людей будет подвержено риску возрастных нарушений зрения. Большинство проблем можно избежать, если своевременно задуматься о профилактике. Очень много пациентов, которые обращаются с головными болями, к неврологам, ищут у себя опухоли, делают МРТ. А на самом деле всего-навсего просто у них идет перегрузка аккомодационного аппарата вследствие их работы, вследствие отсутствия коррекции, потому что многие люди отрицают очки для работы вблизи. Сегодня большинство людей много времени на работе и не только проводят за монитором. Врачи советуют обязательно делать перерывы, разгружать аккомодационную мышцу. Например, можно бы дойти к окну, посмотреть на объект сначала вблизи, потом вдали. Мышца при этом сокращается и расслабляется, таким образом отдыхает. Ни универсальных советов, ни универсальных лекарств просто не существует. Поэтому, когда мы слышим, как только я слышу, что какое-то лекарство или биодобавка лечит и катаракту, и глоукому, и отслойку сетчатки, мне сразу становится понятно, что это, по крайней мере, производители или те, кто рекламирует данный препарат, они просто лукавят. Такого быть не может. Если у человека нет какого-то хронического заболевания органов зрения, то офтальмологу достаточно показываться раз в год во время медосмотра или диспансеризации. Особенно внимательными нужно быть диабетиком, поскольку диабет вызывает поражение глаз. Офтальмология не стоит на месте. За последние годы существенно изменились подходы к лечению, в том числе оперативному. Если раньше было такое понятие, что катаракта должна созреть, чтобы ее оперировать, то сейчас мы берем пациентов с остротой зрения 60-70 и больше процентов. То есть главным критерием хирургического вмешательства является неудовлетворенность пациента своим зрением. Чем операцию делать раньше, чем ее делать легче и для пациента, и для хирурга, и риск развития определенных осложнений ниже. В клинической больнице номер 50 к услугам саровчан современное оборудование. В офтальмологическом отделении помогают пациентам с диабетической ретинопатии, тромбозами вен, сетчатки, близорукостью высокой степени и другими серьезными болезнями глаз. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Веди ученика, но не тяни его за собой, побуждая, но не заставляя, указывая на путь, но позволь ему идти самостоятельно. Этими правилами Дмитрий Григорьев руководствуется все время своей работой учителем. Нестандартная подача материала и любовь к своему делу помогают ему привить ученикам интерес к непростой, но важной науке – математике. Наш учитель математики, он прекрасный учитель, на своих уроках он все внятно разъясняет, нам все понятно. Также он иногда проводит уроки на улице, то есть теоретические знания он требует очень сильно, то есть он говорит без теории, практика беспомощна. У него очень интересные парковые уроки, он понятно все объясняет на уроках в классе, да и в принципе интересные достаточно его уроки. Также у нашего преподавателя есть свой сайт, на котором ученики могут посмотреть теоремы по геометрии, на котором тоже все достаточно понятно и объяснено. Свои наработки Дмитрий Григорьев представил на всероссийский конкурс «Учитель года». В мае Дмитрий Андреевич победил на муниципальном этапе, прошел на зональный, а затем на регион, где занял первое место. Осенью наш земляк представлял Нижегородскую область на финале конкурса в Тюмени и Москве. На чужих детях мы работали, подавали урок и воспитательные события. И во второй этап, уже когда лауреаты прошли, они давали мастер-классы, показывали уже на учителя, учителям показывали свои мастер-классы. И было еще конкурсное испытание, тоже очень интересно, это вопрос «Учитель года», когда сидело три вида жюри, это экспертное жюри, ученическое жюри и родительское жюри. И от них было по несколько вопросов как раз кандидатам, и они отвечали на них уже прямо в прямом эфире. По итогам конкурсных испытаний Дмитрий Григорьев стал победителем в номинации за вклад в развитие знаний, умений и навыков школьников в области естественных наук. Номинацию чердила компания «Сибурхолдинг». Как рассказал педагог, участие в конкурсе помогло ему полностью переосмыслить свои взгляды на преподавание и приобрести бесценный опыт. Одни положительные эмоции. Во-первых, в общение. Туда приехали уже все победители с 88 регионов, плюс добавилось еще с Венгрии приезжала МИД России, школа при МИД России и ДНР, из этих республик тоже приезжали два учителя. Общение, обмен опытом и вот эти вот все 17 дней, которые у нас прошли, прошли как на одном дыхании. В планах Дмитрия Григорьева дальнейшее развитие и совершенствование их профессии. Также он готов выступить в роли наставника и подготовить своих коллег для участия в следующих конкурсах «Учитель года». Полное интервью с Дмитрием Григорьевым смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров-24. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Уже несколько лет библиотека имени Маяковского реализует проект «Персону», в рамках которого организуют для горожан встречи с писателями, поэтами и публицистами. Гостем очередного мероприятия стал военный историк Борис Юлин. В канун столетия со дня образования СССР он прочитал саровчанам лекцию о создании Советского Союза. Хотелось осветить некоторые аспекты, которые как бы обычно выпадают из поля зрения, когда рассказывают об этом событии. Например, как создавался Советский Союз в плане вот как раз межнациональных отношений. То есть почему, допустим, принимался план не автономизации, а план вот именно равноправных союзных республик с правом выхода из Советского Союза. С момента распада Советского Союза прошло более 30 лет, но все темы, связанные с его историей, до сих пор актуальны, считает Борис Юлин. Еще живы многие очевидцы. Они могут поделиться своим видением тех событий и сравнить, чем СССР отличается от нашего современного государства. На лекцию у Маяковки пришли люди возраста и молодежь. Как рассказал историк, его труды рассчитаны на широкую аудиторию, на обычных людей, а не на других историков. Я все время ориентируюсь на одного великого советского историка, Евгения Торле, воспринимая его в какой-то мере даже как учителя. То есть мечтаю научиться писать так же, как он. Он писал серьезные исторические работы, не самые лучшие в плане именно исторического исследования, но хорошие добротные работы, написанные максимально понятным для обычных людей языком. Из-под пера Бориса Юлина вышло множество статей и книг по отечественной истории. «Потомки последних корсаров», «Бородинская битва», «Мифы Великой Отечественной 2», «Экономическая безопасность» и «Вехи русской истории». Как рассказал автор, над каждым томом он работает около года, но интерес к документальным книгам в обществе невелик. Востребованность их, к сожалению, связана не с тем, насколько хорошо они написаны и насколько верно отражают историческую информацию, а больше связана со скандальностью, то есть с разоблачениями, с какими-то зачастую выдуманными яркими моментами. То есть то, что снижает ценность этой книги как исторического материала, оно повышает ценность в глазах значительной части читателей. Полностью интервью с Борисом Юлиным смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале «Саров-24». Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» проходит в Саратове в девятый раз. В этом году он приобрел статус международного. Свои работы прислали участники 29 регионов России и 25 стран зарубежья. Журец смотрели 445 фильмов, что составило 30 часов видеоматериала. Участники съехались в Саратов и целую неделю у них происходили какие-то мероприятия, такие как мастер-классы по разным направлениям и мультипликации, и сюжетные ролики, и игровые фильмы. Все эти мастер-классы мы смогли посмотреть онлайн, потому что мы попали только на закрытие. Четыре работы медиа-студии «Фристайл» детской школы искусств номер 2 попали в шорт-лист фестиваля. За два фильма саровчане получили специальные дипломы. В фильме «Дерево добра» отметили сплоченную актерскую команду. А работа «Дед, меня все достало» получила приз за идею и художественное воплощение. «Дед, меня все достало» – это игровой ролик. Причем на мастер-классе по игровым фильмам мы обратили внимание, что наш фильм разбирали, обсуждали, насколько сюжет был продуман детьми хорошо и что показано то, что детей на самом деле волнует. В фильме «Дерево добра» ребята рассказали об одном из отделений детской школы искусств – художественной обработки дерева. Медиа-студия «Фристайл» третий раз участвует в этом конкурсе и первый раз был для саровчан победным. Фестиваль «Киновертикаль» проводится при поддержке фонда президентских грантов. Президент фестиваля – режиссер-мультипликатор, призер Каннского кинофестиваля – Гарри Бардин. Светлана Ярунов, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В путешествия по разным странам и континентам юным читателям предлагает отправиться Пушкинка. На занятиях нового объединения для детей с нарушением зрения, куда уже открыт набор, ребят познакомят с Японией, Канадой, Эфиопией, Италией, Аргентиной и другими странами. Помимо истории и культуры этих мест, детей ждут увлекательные национальные сказки. Мы эти книги уже опробировали в индивидуальной работе, и они показали большую такую результативность, хороший отклик от родителей этих детей мы получили. И как раз хотелось бы создать именно группу с такими детьми и их родителями. Чем мы собираемся заниматься на таких наших занятиях? Конечно же, в первую очередь читать, читать и обсуждать вместе с детьми прочитанные рассказы, истории. Тактильные вставки, яркие контрастные цвета, крупные иллюстрации, выпуклое тиснение по контуру изображений. Специализированную литературу для детей с нарушением зрения библиотека получила в дар около года назад от регионального благотворительного фонда. В основу работы новых библиотечных групп также включены совместные занятия с детьми и взрослыми. Работать мы будем, кстати, не только со специализированной литературой, которая у нас есть, но и с обычными произведениями. И родителям, и детям, какие книги лучше выбирать, с каким шрифтом, с какими иллюстрациями, чтобы ребенку было проще воспринимать материал. На этих занятиях мы будем, ну как же, без игры, обязательно будем играть, использовать и кинетический песок, и манку рисования по манку. Набирают две группы 4-6 и 7-9 лет. Дополнительную информацию о наборе можно получить по телефону 9-17-34. Анна Пилипет, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Учащийся третьего курса Саровского политехнического техникума Данила Золотов активно участвует в студенческой жизни. Его основное направление – медиа. На всех мероприятиях техникума молодой человек помогает в организации, отвечает за свет и звук. Как активисту Данилу предложили стать участником областного форума студенческих сообществ «Студенты НО». Он проходил на базе отдыха «Спутник» в Городевском районе. Он был направлен на то, чтобы студенческие активы высших учебных заведений сотрудничали со студенческими активами средних учебных заведений. То есть мы могли делиться каким-то опытом. Как правило, у вузов более развитая структура студенческих сообществ, поэтому ребята из техникумов и колледжей учились у других студентов, перенимали их опыт. На форуме участники прошли образовательные мастер-классы по различным направлениям, поучаствовали в деловых играх, спортивных турнирах, подготовили со своими командами выступления для вечерних мероприятий. Была встреча с министром образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольгой Викторовной Петровой. У нас проходил диалог в формате вопрос-ответ. То есть любой участник форума мог задать ей вопрос и получить ответ на интересующий вопрос. Помимо этого были еще и другие представители молодежной политики. Также в качестве спикеров на форуме выступили специалисты Нижегородского молодежного центра «Высота». Участники вместе провели анализ своей студенческой организации, скорректировали ее работу и структуру, отобрали новые форматы. Данилу больше всего понравилась идея веревочного курса для первокурсников. В дальнейшем хочется, чтобы мероприятия, которые были там, проводились и в нашем учебном заведении, и ребята, которые ездили на форум, чтобы у них проводились эти мероприятия. Потому что, правда, был огромный масштаб мастер-классов различных. То есть наш учебный день рано начинался и поздно заканчивался, потому что все эти четыре дня были наполнены различными мероприятиями. В конце форума всем участникам вручили благодарственные письма. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Повесть «Чудак» из 5-го Б. Владимир Железников написал 60 лет назад, в 1962 году. Десять лет спустя появился одноименный фильм. В повести много советских реалий и понятий, такие как «Октябренок», «Пионер», «Шефство». Но и по сей день забавная история о советских школьниках остается доступной и понятной современным детям. Веселит и в то же время заставляет задуматься над важными вещами. Одну историю про такого мальчика из 5-го Б, Борюс Бальдута, мы с вами сегодня и почитаем. Как он волею судеб вдруг стал шефом у первоклашек, и чем это все обернулось для него и для этих ребятишек. В рамках проекта «Читаем вслух» во Дворце детского творчества пятиклассники школ города начали чтение повести «Чудак» из 5-го Б. Произведение о ровесниках не оставило ребят внадушными. В главном герое повести Борис из Бальдута и его друзьях школьники могли узнать и себя, и своих товарищей. Девочки с красинчиками, мальчишки с челками, да еще одно имя на двоих и троих. Довольно, решительно проиграли этот поток имен. На первый раз достаточно, хватит, отошел к окну, чтобы сосредоточиться и увидел, как Настя и Сашка пересекали на школьный двор. Слушая веселую историю Бориса из Бальдута, смеялись даже взрослые. А многие участники проекта, несмотря на юный возраст, читали вслух с выражением, правильными интонациями и эмоциями. В результате у нас вышла настоящая современная дуэль из-за женщины, потому что каждому из нас было ясно, чего мы здесь околачиваемся. А тут появилась и сама виновница нашего поединка. Примерно половина пятиклассников участвовало в проекте «Читаем вслух» в первый раз. Многие волновались, вставая перед микрофоном, но все-таки справились со своей задачей на отлично. Очень хотелось. Потом что-то прям вот сидишь и все как-то переворотилось, а потом рассказываешь, а вроде и хорошо, и понравилось даже. Мне понравилось тем, что там все такие повороты неожиданные, так все интересные и где-то смешно. Произведение мне очень понравилось, оно очень красиво, всякие неожиданные также повороты. Вообще оно само по себе красивое. Мои одноклассники очень хорошо все прочитали, я за них рада. До конца месяца в рамках проекта «Читаем вслух» планируют провести еще одну встречу. Только читать вслух будут уже педагоги. 28 октября во Дворце детского творчества прозвучат стихи Марины Цветаевой. Светлана Ярунова, Евгений Шикарьев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok